Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Эти два курьера хотели устроить быструю доставку, но у гравитации были другие планы. Мужчина, доставляющий духовку, уронил ее в самом неподходящем месте на парковке. У архитектурной компании была одна задача – спроектировать современное здание для офисов. Но в своем грандиозном замысле она создала одну из самых дорогих ошибок в Лондоне. Невинная кривизна превратилась в случайную солнечную лупу, увеличивающую температуру снаружи здания. Вы задаетесь вопросом, а был ли водитель в этом грузовике? В любом случае ремонт будет дорогостоящим. Этот парень точно будет наказан. Мораль? Не пытайтесь разбить что-нибудь рядом с дорогой машиной. Капитан этой лодки просто забыл втянуть стрелу или это специально. Лучше бы у него была хорошая страховка. Да ладно, малыш, ты можешь сделать лучше, чем это. Телевизор еще не полностью разрушен. Смотрите, как эта роскошная яхта медленно увеличивает счета за ремонт. К счастью, ее владелец – миллиардер, так что ничего страшного. Это очень трудно, так что посмотрите, сможете ли вы найти, какая часть дорогого оборудования была забита конфетти до смерти. Вот почему иметь самый большой поезд – это не самая лучшая вещь. Ладно, есть идеи, сколько будет стоить заново отремонтировать крышу поезда. Звонок другу. Интересно, что происходило в голове этого водителя-грузовика? Мы хотим сказать, он должен был ясно слышать приближающийся поезд, его гудки. Может, это один из новых грузовиков? Кто знает? Если вы водите один из этих дорогих внедорожников, пожалуйста, не пейте. Иначе вы можете воспринять выражение «бездорожье» буквально, как вот этот парень. Вождение эвакуатора – это очень напряженная работа. Похоже, нашему парню нужно было выпустить пар за счет невинных прохожих. Гонки на тракторах так редки, что трудно найти хороших водителей. Или, может, это один из тех самодвижущихся тракторов, которые Тесла еще не выпустила? Очевидно, что машина еще не готова к массовому выпуску. Приготовьтесь стать свидетелями следующего большого события деревенских развлечений – дерби-разрушения на льду. Помните, в одном из старых фильмов про агента 007 у Джеймса Бонда было Ауди, которая превращалась в подводную лодку? Ну, как оказалось, способность ездить под водой не была заводским стандартом. Как, черт возьми, это вообще возможно? Слепые капитаны? Он выглядит таким уставшим. Наверное, у него был долгий день. Думаем, это сделало его день еще длиннее. Кого вы вините в высоких ценах на бензин? Очевидно, водители всегда забывают поставить машину на ручник. Мы будем задавать этот вопрос снова и снова, пока кто-нибудь не даст нам ответ. Быть слепым – обязательное условие для того, чтобы стать капитаном. Да, этим парням определенно нужен еще один кран. Честно говоря, если это не сработает, то будет довольно эпично. Единственное, что здесь больше всего впечатляет – это ремонт и счета за лечение. Этот корабль только что закончил ремонт и готов снова отправиться в плавание. Однако у него были другие планы. Дистанционное управление игрушечным вертолетом такого размера требует большой подготовки и мастерства. Не говоря уже о достаточном количестве денег, чтобы купить новый вертолет, когда первый неизбежно разобьется. Сколько стоит создание F-35? Миллионы. Этот домовладелец пытался сэкономить и решил срубить это дерево сам. Но оказалось, что это не так-то просто. Всегда помните, что нужно запирать двери перед тем, как заехать на автоматическую автомойку. Потому что даже если эти щетки выглядят мягкими и пушистыми, они могут разорвать вашу машину, как консервный нож банку с фасолью. Этот парень просто хотел отправиться на своей лодке в хорошую, расслабляющую рыба-алку. Что-то нам подсказывает, что эта лодка больше непригодна к плаванию после этого незначительного казуса с буксировкой. У этого парня нет денег, чтобы заплатить штраф, но он собирается заплатить гораздо больше механику. Мы все были на ее месте. Взволнованы и рады получению нового айфона. Быстро открыла коробку и тут же уронила ее на пол. Да уж. Это один из тех случаев, когда следование инструкциям жизненно важно для достижения успеха. Сколько стоят эти тяжелые машины? Вы думаете, что эти парни будут очень осторожны? Но нет. На самом деле нет. Если вы не хотите, чтобы бесценные произведения искусства были повреждены, как эта картина стоимостью в миллион долларов в музее на Тайване, не используйте хлипкую веревку в качестве преграды. Знаете, одно из первых, чему нас учат в автошколе, это смотреть, куда мы едем. Этот водитель, вероятно, забыл этот очень важный урок. Этот будущий жених буквально упал со здания, когда делал предложение. Надпись «Ты за меня выйдешь?» Ветрины и турбины, как следует из их названия, лучше всего работают при ветре, но точно не в воде. После многих лет верной службы эта паровая турбина устала и, наконец-то, выпустила пар. В буквальном смысле. Давай, мужик, продолжай в том же духе. Оно не сломается. Мы имели в виду бутылку, а не духовку. Мы уверены, после этого казуса они быстро переделали это здание, чтобы у него были бетонные стены. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра.